Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с такими структурами данных, как словари и множество. Рассмотрим понятия словаря множество, методы и функции, применимые к словарям и множествам, также операции, которые применимы множеством. Что такое словарь? Словарь, или его называют ассоциативный список, это изменяемый, неупорядоченный набор под ключ значения. То есть это структура данных, которая позволяет идентифицировать элементы не по числовому индексу, как мы привыкли, а по произвольному индексу. Словари в Python – это неупорядоченные последовательности, или их называют еще неупорядоченные коллекции. Их также называют ассоциативные массивы или хэш-таблицы. Особенностью ассоциативного массива является его динамичность. В него можно добавлять новые элементы с произвольными ключами и удалять уже существующие элементы. Есть несколько моментов, о которых следует помнить. Во-первых, словари сопоставляют ключи со значениями и сохраняют их в массиве или коллекции. Ключи должны быть хешируемого типа, что означает, что в качестве ключа используют хеш-значение ключа, который никогда не меняется в течение срока жизни ключа. Вообще, словари – это аналоги наших, например, англо-русских словарей. У нас есть ключ – это слово на английском, и его значение – это перевод на русском. Нужно помнить, что в качестве ключа нельзя использовать изменяемый тип данных, но само значение может быть любым типом, произвольным типом. Например, у нас здесь созданы слова-грады. Ключ в ТРО – значение 13, ключ из ТРО – значение 11. То есть у меня две пары всего лишь. Ключи у нас неизменяемого типа, а не строкового типа. Значение в данном случае – целочисленный тип, хотя значение может быть все что угодно, может быть список. Например, для вот этого примера, для ключа в ТРО – дается значение количество студентов, хотя я здесь могла перечислить имена всех студентов, то есть изменяемый тип был. Нужно также помнить, что в словаре не могут быть одинаковых ключей, но одинаковых значений у разных ключей может быть. Например, ситуация, когда и в группе ВТРО 13 студентов, и в группе ИСРО 13 студентов вполне может быть. Доступ к значению по ключу можно получить при помощи квадратных скобок. То есть у нас нет понятия индекса как такового, но обращаемся мы как к индексированным моментам. Мы взяли квадратные скобки и внутри поставили значение ключа. Тогда, зная ключ, нам в результате выдаст значение. ВТРО – это 13. Как можно создать ключи в словаре? В словаре создают несколькими способами. Первый способ – это с помощью литерала. Например, я назвала слова «Д» равно, и в фигурных скобках перечислила пару, ключ через двоеточие значения, ключ – значение. Второй способ – это с помощью функции «дикт». Например, «Д» равно «дикт», так как эта функция я сделала в круглых скобках, ключ равно значению, ключ равно значению. Вот если я сейчас вот здесь выведу «Д» во втором примере, у меня он выйдет точно так же, как и словарь, который создавала в первом случае. В словаре можно создавать с помощью генератора словарей, так же, как и списки. Например, я создаю словарь «Д», значение ключа «А», причем «А» у меня будет меняться в интервале от 0 до 7, 7, не включая. И для каждого ключа, вот от 0 до 6, включительно, у меня значение будет квадрат ключа. То есть для 0 квадрат 0, для 1 квадрат 1, для 2 квадрат 4 и так далее. Последние 6 квадраты, его значение – это будет 36. В словаре можно добавлять записи или извлекать значение ключей. Например, предыдущий мой словарь, который в качестве ключей содержит значение от 0 до 6, включительно, а значение этих ключей – это квадраты. 0, 1, 4, 9. Что означает «Д нулевое»? Это я обратилась к элементу словаря «Д», ключ которого – 0. Вот он мне говорит, я ему говорю, вернее, «Д нулевому с ключом 0 поставь значение 1». Вывожу словарь. Вот у меня был элемент словаря с ключом 0, и я ему поставила 1. Вместо 0 стал 1. Все остальные элементы не поменялись. Это я изменила значение ключа. Сам ключ не поменялся, лишь его значение поменялось. Если мне нужно добавить новый элемент, запись выглядит аналогично предыдущей имя словаря в квадратных скобках. Ключ равно значение. Если я выведу, получу тот же словарь, но добавится следующий элемент. То есть отличие какое? Если у нас уже ключ в словаре имеется, а вы присваиваете новое значение, то он просто перезапишет, как в этом случае было 0, стало 1. А если этого ключа нету, то он добавит в словарь. Ключи можно удалять. Естественно, ключи удаляются вместе со своими значениями с помощью метода del. Указывается метод имя словаря и в квадратных скобках ключ. Вот я удалила ключ 5. Тогда выведу свой словарь заново. У меня все элементы будут, кроме 5, 25. Вот этот элемент я удалила. Удалила ключ, удалила вместе с его значением. Методы словарей какие бывают? Методы. Клей, который отвечает в словаре. Копии. Он возвращает копию словаря. Вот с помощью следующего метода, в фронт-кейс, можно создать словарь с ключами. Вот тут у меня будет перечень ключей и значения. Может быть так, что здесь будет одно значение, а ключей несколько тогда вот это одно значение передастся всем ключам. Это может быть. Метод гейт. Метод гейт, он возвращает значение ключа. То есть он вытаскивает значение ключа. Но если такого ключа нет, то он не дает ошибку, не дает исключение, а возвращает значение по умолчанию, которое мы здесь поставили. Если вы значение по умолчанию не поставили, то он вернет нон. Итемс возвращает пару, пару ключ, значение. Кейс возвращает ключи. То есть если здесь мы получали значение по ключу, то здесь он возвращает сам ключ. Поп, он удаляет. Причем он удаляет ключ, а возвращает значение, которое мы удалили. Если ключа нет, он вернет то, что вы поставили по умолчанию. А если вы тут ничего не поставили, то он вернет исключение, вернет ошибку. Поп итем удаляет, возвращает пару ключ, значение. Если словарь пустой, и вы в нем пытаетесь удалить какой-то элемент, то он даст исключение, ошибку. Метод setDefault возвращает значение ключа. Если же его нету, то он не возвращает вам ошибку, не бросает исключение, а создает ключ со значением Default по умолчанию non. Update обновляет словарь, добавляя пары из другого какого-то списка. Существуют ключи, при этом перезаписываются. Он возвращает тип non, но ни в коем случае не новый словарь. Update означает изменение. Valuit возвращает значение в словаре. С методами словаря мы с нами знакомиться будем на практике. Сразу их запомнить так вот быстро, а на ходу, конечно, невозможно. Множество. Множество – это структура данных языка Python, Python, которая содержит неупорядоченные элементы. Сами элементы не являются индексироваными. При работе с множествами нужно учитывать такие особенности, как множество не содержит дупликат элементов. То есть, например, у нас есть множество натуральных чисел, о котором вы знаете, слышали. И в этом множестве натуральных чисел у нас нет двух одинаковых чисел. Два числа у нас никак не повторяются. Элементы множества являются неизменными. Однако само по себе множество является изменяемым. То есть элементы множества, элементы множества натуральных чисел, этот один, два, три и так далее, оно не меняется. Один всегда один, три – это всегда три. Но множество я могу поменять, я могу его ограничить. Я могу сказать множество нечетных натуральных чисел. Множество не поддерживает никаких операций среза и индексирования, так как множество у нас не упорядочены, поэтому они не поддерживают ни срез, ни индексы. Хотя к элементам множества обратиться можно будет. Посмотрим чуть позже. Как же создаются множества? То же самое с помощью литерала. Можно задать множество, перечислить в фигурных скобках через запятую значение элементов множества. Если вы обратили внимание, когда мы задавали словарь, мы тоже его задавали в фигурных скобках, но там была пара. Ключ через двоеточие значения, а здесь в фигурных скобках, но тут по одному числу это элементы множества. Множество из строк, множество из разных типов. Неважно, к элементам множества мы не предъявляем никаких таких жестких требований. Единственное требование, что элементы не повторяются. Множество можно создать из списков. Через set. Set в круглых уже скобках мы указали список, и в результате мы получим множество. Множество, как мы сказали, не содержит дубликатов. И даже если список мой состоит из повторяющихся элементов, если я его преобразую к множеству через set, то при выводе моего нового множества он мне выдаст неповторяющиеся элементы. Когда мы создаем пустое множество, тут нужно быть немножечко внимательнее. В данном случае x равен пустое множество. Оно даст не пустое множество, а даст пустой словарь. То есть если я сейчас попытаюсь найти тип этого x, он мне даст слова. Чтобы создать пустое множество, обязательно нужно указать set. Set и круглые скобки. Тогда у нас это будет класса set. Как же обратиться к элементам множества? Если у нас множество неиндексируемые элементы у него, то у нас нет прямого способа получения доступа к отдельному элементу, мы можем обращаться к элементу множества двумя способами. Во-первых, использовать цикл для итерации. Мы с циклом работали. То есть я говорю for, I am, какая-то переменная, in множество. Тогда он перебирает все элементы. Вот этот m перебирает все элементы множества и будет выводить по очереди все элементы множества. У меня здесь множество названий месяцев. И он по очереди будет печатать каждый месяц. Либо же, это если мне нужно конкретно, вот сами эти месяцы. А если мне просто нужно проверить, принадлежит мой элемент этому множеству или не принадлежит, используется операция in. Множество, я говорю, may in months возвращать true. Значит, да, вот этот элемент находится в этом множестве. Если будет false, это означает, что этот элемент в это множество не входит. Мы в самом начале сказали, что множество, оно изменяемо. Элементы множества неизменяемы, но само множество изменяемо. То есть я могу добавить элементы множества. Добавляем с помощью функции add. Вот, к примеру, тот же множество названий месяцев, но здесь нет месяца февраль. Я указала множество, точка, функция add и само значение. Если я выведу, то у меня выведется все месяцы, включая февраль. Удалить элементы множества можно двумя способами или двумя методами. Метод дискарт и метод ревмонф. Чем они отличаются? Если элемент множества существует, и я могу использовать хоть дискарт, хоть ревмонф, ошибки не будут, методы будут работать одинаково. Но различие методов начинается в том случае, если удаляемый элемент в самом множестве не существует. То есть мы пытаемся удалить то, что не существует. Тогда методы дискарт и ревмов реагируют по-разному на такую ситуацию. Например, вот дано множество чисел от 1 до 6, и я пытаюсь удалить третий элемент. Он мне удалит. Если я выведу множество с удаленным элементом, то он мне выведет 1, 2, 4, 5, 6. То есть тройки не будет. Этот элемент был удален. Теперь, если я использую метод ревмов из этого же множества, то тоже ошибки не будут, никакой реакции не будет. Он мне удалит тройку, а ставит 1, 2, 4, 5, 6. Точно так, как и только что было с дискартом. А вот теперь я попытаюсь из этого множества, 1, 2, 3, 4, 5, 6, удалить элемент 7, которого не существует. Если я удалю через дискарт 7, потом выведу свое множество, оно ничего не изменит, никаких ошибок не даст, просто выведет исходное множество. А вот если я использую метод ревмов и попытаюсь удалить тот элемент, которого не существует, он мне даст ошибку. Именно ошибку даст. Вот пытайтесь удалить то, что не существует. Метод ПОП, он тоже удаляет элементы. Но этот метод интересен тем, что здесь мы не знаем, что мы удаляем. Вот в предыдущих двух методах и в дискарте, и в римофе мы указывали, что именно мы удаляем. Какое именно? В ПОП просто мы говорим удалить элементы. Но так как элементы находятся в произвольном порядке, мы не можем не утверждать, не предсказывать, какой элемент будет удален. Вот в общем будет удален элемент множества, какой не знаю. Например, дано множество SL, равное там символы B, C, G, T. Использую метод ПОП. Он говорит, я удалю T. От меня тут ничего не зависит. Просто интерпретатор взял и удалил какой-то элемент, в частности T. И если я выведу свое множество, то он мне даст C, G, B. Вот обратите внимание, что при вызове множества уже другой порядок, так как элементы множества, мы сказали, не упорядочены. Если я сейчас еще раз делаю print SL, располагаться они могут еще по-другому. Еще разок использую метод ПОП. Он теперь, если первый раз он удалил последний элемент, он взял, удалил первый элемент, C. И мое множество осталось G, B. То есть ПОП удаляет элемент, но мы не знаем, какой элемент именно он удалит. И когда мы распечатываем множество, каждый раз мы на экране можем увидеть порядок элементов множеств разный. метод КЛЕА позволяет удалить все элементы множеств или очистить множество полностью. Если вот мне дано множество целых чисел, я использую метод КЛЕА, потом пытаюсь вывести этот метод, то у меня здесь не будет пустое множество, а вообще ничего не будет, будет в ответе только set и вот пустые круглые скобки. Какие же операции допустимы над множествами? Из математики вы знаете, что множество можно объединять, множество можно найти пересечение множеств, можно найти разность множеств. Что такое объединение двух множеств? Объединение двух множеств это множество, содержащее элементы обоих исходных множеств. Объединять в Пайтане можно с помощью функции union. Например, дано первое множество, состоящее из месяцев январь, февраль, март, апрель, май, июнь, второе множество, множество B, месяц B, состоящее из июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И если скажу все месяцы, это мое новое множество, это будет первое множество, точка union, второе множество, и попытаюсь вывести на экран свое результирующее, он мне просто перечислить все элементы множества. Причем перечислять в любом порядке, как ему захочется. Это же объединение можно использовать не к двум множествам, а к нескольким. Тогда, вот, пример поменьше взял, чтобы нагляднее было. Вот первое, например, множество, один, два, три, второе, четыре, пять, шесть, три, семь, восемь, девять, результирующее множество. Я беру одно множество, любое, например, первое, х, точка, функцию, union, а в скобках перечисляю не один аргумент, а уже два аргумента, или там три аргумента. И он все вот эти три множества объединит и выдаст такой результат. Кроме этого, множество можно объединять с помощью оператора. Оператора объединения такая вертикальная черта. Вот то же самое, что мы только что смотрели через union, когда мы указывали два множества состоящих из месяцев, из названия месяцев, то тоже самое я могу поставить print, первое множество, вертикальное черта, второе множество, и оно мне опять даст результат в произвольном порядке. И если несколько множеств, то же самое, первое множество, через вертикальную черту второе множество, вертикальное третье множество и так далее, тоже будет объединенное из всех элементов, из всех трех множеств. Можно найти пересечение двух множеств. Пересечением двух множеств является множество, элементы, которые принадлежат как первому множеству, так и второму множеству. Операцию пересечения можно найти с помощью оператора Ampersand либо с помощью метода Intersection. Через Ampersand первое множество, знак Ampersand второе множество. У нас тут общая только тройка, да, и от этого встречается, поэтому в результате будет множество, состоящее из одного элемента, из тройки. Или же этот же пример, но используем не операцию, а используем метод. Первое множество, точка, метод, аргументы метода является второе множество, и если я выведу, то результат аналогичный. Можно найти разность двух множеств. Разностью двух множеств является множество, которое содержит элементы из первого множества, но не входящие во второе множество. то есть если мне дано множество set A, например, состоящее из элементов 1, 2, 3, 4, 5, и множество set B, состоящее из 4, 5, 6, 7, 8, что будет разностью? Элементы множества A, которые не входят в B. Вот в B входит 4 и 5, поэтому 4 и 5 у меня здесь не будет, и остается только 1, 2, 3. То есть разность множеств set A и set B будет 1, 2, 3. Разность можно определить как оператор разности буквально через минус вот здесь вот либо через функцию difference. Использую первый аргумент, точка функции, второй аргумент и результат выдаст такой вот. Вот тут обратите внимание, что разность функций, разность множеств это операция несимметричная. то есть если объединение, пересечение в принципе не важен порядок следования множеств, то здесь в зависимости от того, что у вас находится на первом месте A или B, результаты будут разные. Есть такое понятие, как симметричная разность между множествами. Симметричная разность это множество с элементами, состоящими как в первом множестве, так и во втором, но не включающиеся те элементы, которые являются общими для обоих множеств. То здесь наоборот, если мы там общие элементы удаляли, то здесь мы тоже самое общее удалим, вот 4, 5 удалим, но мы здесь симметрично возьмем элементы первого множества 1, 2, 3 и элементы второго множества 6, 7, 8. для определения симметричной разности использую либо функцию symmetric difference, либо вот этот домик, операцию домика, одна идентичная операция. Два множества можно сравнить, но сравнивать обычное множество как? Является ли левое множество подмножеством правого или же является ли левое подмножество дочерним в отношении к правому или наоборот является ли правое множество родительским для левое вернее множество родительским для правого множества. Данные сравнения обозначают через знак меньше равно либо больше равно и результат сравнения у нас всегда будет true либо false. дочерни или родительское множество можно также определить не просто через операции больше меньше, а через методы из subset и из superset. Например, множество а это 13579 множество б 79 производительное порядке 135 то есть оно целиком включает множество а, но еще и содержит 86. Тогда если я спрашиваю а является дочерним по отношению к б он говорит да, Б является родительским по отношению к к да, Или тот же результат используя метод из subset а является зачерпим для б и subset да, и то же самое для б методы множества метод копии, который возвращает копию множества так же, как и копию словаря, если используется в словаре, метод is disjoint проверяет является ли множество пересечением или нет если множество не содержит общих элементов то есть не является пересечением то он возвращает true иначе он возвращает false например множество имен а Николас Мишель Джон Мерси и множество имен B это Лев Джефф Боско Тедди Миле так как тут у нас повторяющихся имен нет то он не возвращает true можно определить длину множества через лент длина множества это количество элементов множества в данном случае 4 есть такое понятие как frozen set это замороженное множество то есть это множество оно отличается от обычного множества тем что если мы задали значение множества то его больше изменять нельзя обычные множества мы можем изменить добавить элемент удалить элемент а здесь множество заморозили и все с ним работать нельзя вернее его менять нельзя но зато эти неизменяемые множества можно использовать как ключи словаря Итак, сегодня мы с вами познакомились с такими данными, как словарь и методы. Словарь – это довольно часто встречающаяся структура данных в Python. Он позволяет организовать работу с большими текстами. Методы словаря удобны при почете слов, тексте, для организации буквально словарей, в прямом смысле, как он привыкли, говорит словарь, русский словарь или русско-английский словарь. Множество – это похоже на словарь, но в отличие от словаря, он не содержит пару ключ значений, содержит лишь один элемент. Элементы множества у нас неизменяемые. Множество, так же, как и словарь, неупорядоченные. То есть каждый раз будем выводить, и каждый раз вывод будет разный. Но для чего нужны множество, если они имеют столько ограничений? Во-первых, множество – они быстрее, чем в списке. И то есть проверить, входит ли элемент множества, это будет более быстрая операция, нежели проверить, входит ли элемент в список. Это первое. И второе. Множество у нас не содержит повторяющиеся элементы, поэтому множество нам очень удобно, если мы хотим получить коллекцию из недублирующих или неповторяющихся элементов. На экране вы видите вопросы для закрепления, которые вы должны уметь ответить. Список рекомендуемой литературы. На этом теоретическую часть изучения данной темы мы завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok